Всем добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на первом занятии курса HR-карьера. И сегодня мы с вами поговорим про определение карьерных целей в HR. Вот такой у нас с вами план. Вообще HR-карьера – курс, который мне очень нравится, потому что долго я о нем думал, и думал о том, как его создать, как его построить. Желание помогать в построении HR-карьеры HR-сотрудникам у меня есть давно, и давно какие-то материалы на этот счет выходили, и я что-то создавал. Подумал, что, наверное, пришло время сделать полноценный курс, потому что, когда я свою собственную карьеру строил, мне многих знаний не хватало. Мне, кроме знаний профессиональных, хотелось знать, как мне карьеру построить, как мне вырасти, как мне добиваться более высоких должностей, как мне зарабатывать больше, как мне планировать свое развитие. И вот курс HR-карьера – это ответ на те вопросы, которые я задавал сам себе, когда строил свою карьеру, был в начале пути, ну и для вас это готовые к использованию и ответы инструменты, которые позволят вам развиваться быстрее. Поэтому HR-карьера – это курс о том, как строить свою карьеру в эпоху, когда искусственный интеллект угрожает заменить любого и каждого. На курсе мы не только разберем, как строить собственную успешную карьеру, но и как правильно подавать себя внутри компании во внешний мир. Это важно, потому что люди могут работать в хорошей компании, хорошо стараться, но находиться на одной и той же должности 10 лет. Далой скромность, такой девиз – пора брать свое счастье в собственные руки и стать создателем своего личного успеха. И я вам в этом обещаю помочь, потому что в этом курсе я добавил такую штуку, как чат-менторство, в котором я предполагаю общение с вами, с участниками этого курса в чате, индивидуальное, с ответами на ваши вопросы в течение года, с момента начала обучения на этом курсе. Зачем нужно учиться на курсе HR-карьера? Прохождение курса поможет вам перейти на следующий уровень, а может даже на несколько уровней вперед в HR и, конечно же, зарабатывать больше. То есть эти все инвестиции окупятся, наверное, с одного повышения заработной платы. У этого курса вот такой сайт, так он выглядит. И опять же, начну с небольшого знакомства, если вдруг мы с кем-то не знакомы, а поскольку курс называется HR-карьера, то, наверное, стоит сделать акцент именно на построении карьеры, на то, как она у меня развивалась. Я начинал свою работу как тренер и рекрутер в Альфа-банке. Так получилось, что сразу получил две должности, потому что нужно было находить кредитных специалистов и обучать их выдавать кредиты. Я это делал где-то три месяца, довольно-таки успешно, и меня быстро позвали в главный офис заниматься подбором людей в главный офис, уже без тренерства. Я согласился, мы поторговались, наверное, курсы HR-карьера, стоит поднимать вопрос и денег. То есть, например, так это было. Да, кстати, принимался в банке я как кредитный специалист. Была вакансия, это было завершение моих студенческих лет. То есть я проучился в Академии банковского дела, нужно было искать работу. Я стажировался в Укрсоцбанке, мне там не понравилось, я думал о том, что нужно оттуда уходить, а мой друг стажировался в Альфа-банке. Он говорит, вот как раз банк набирает кредитных специалистов, нужно несколько людей. Не хочешь поучаствовать? Я говорю, конечно, хочу. Я про банк слышал хорошие отзывы, знал, что там хорошо платят. У меня на стажировке в Укрсоцбанке была, это был 2004-2005 год. Стажировочная зарплата 50 долларов в месяц, я работал не полный рабочий день, конечно же, я учился. Альфа-банк предлагал 150 долларов в месяц, это были хорошие деньги на то время, потому что мои одногруппники первую свою работу находили на 100 долларов на старте. Я согласился, пошел, начал проходить обучение, мы тогда были в Харькове, а обучение в Киеве. Нас позвали в Киев, и на обучение, поскольку я учился в банковской академии, и уже до этого работал в банке, стажировался, скорее так, где-то полгода, я все хорошо понимал, что такое кредиты, как они выдаются, как считаются проценты. Поэтому тренинг для меня был очень легкий, плюс образование. На фоне других ребят, у которых не было банковского образования, я себя показывал очень ярко. Я давал ответы на все вопросы, тренер общается с аудиторией, а я там говорю, вот и правильный ответ. Вы видели во мне такую активность, я еще экзамен сдал лучше всех. Мне сказали, раз ты такой умный, хочешь быть, как и мы, тренером и рекрутером. А мне понравилась работа тренера, насколько это более интересно, чем выдавать кредиты. Я сказал, да, я хочу. И, в общем, предложили мне быть HR. Когда я три месяца повыдавал кредиты, меня позвали снова в Киев на обучение, уже обучаться HR и рекрутингу, обучению, то есть как обучить других и рекрутингу. Я говорю, обучили, и там же спросили, сколько вы хотите зарабатывать, учитывая, что это другая должность. Я так прикинул, подумал, что, наверное, 300 долларов я бы хотел. Когда я своему руководству сказал, что я хочу 300 долларов, руководство чуть не поперкнулось, говорит, ничего себе у тебя пожелания. Я говорю, а что не так? Ну, работа сложнее. Вы спросили, сколько я хочу? Я хочу 300 долларов. Они говорят, ну, другие ответили поскромнее. Я говорю, а что другие сказали? Ну, кто-то сказал 180, кто-то 200. Ну, то есть они чуть-чуть. А мне это было как-то удивительно. Зачем просить мало, если можно просить много? Поскольку у нас курс про HR-карьеру, вот один из таких принципов буду с вами делиться. Наверное, мы тут с вами будем более откровенны, где бы то ни было. Вот, в итоге мне дали, если не ошибаюсь, 250 долларов. Сказали, что дали больше, чем другим, чтобы я об этом особо никому не рассказывал. Вот. И вот так я начал работать. Я поработал какое-то время. По-моему, подняли до 300 долларов еще мне зарплату. И потом меня позвали в Киев. Говорят, тролливали. Есть работа. Давай к нам. Будешь тоже заниматься подбором, но уже главный офис. Я говорю, отлично, хорошо. Только мне в Киеве нужно где-то жить. Дайте мне денег столько, чтобы я еще мог снимать жилье. Спросили, сколько? Я говорю, ну, еще 300 долларов. Давайте 600. И снова сказали, да что ж такое? У нас есть 350 долларов для этой должности, а 600 у нас нет. Я говорю, ну, тогда как я поеду, я буду только за жилье платить столько. Они, короче, поискали еще людей где-то с месяцок. Потом вернулись ко мне. Говорят, ладно, приезжай на собеседование с HR-директором, пообщаемся. Я пообщался, сказал, мне интересно, я хочу, я могу. Ну, вот квартира. И мне дали эти 600 долларов. Ну, скажу честно, я нашел не квартиру, а комнату сначала за 50 долларов. Поэтому для меня это был большой прирост. То есть, если я начинал работать в банке в ноябре, уже в августе, в сентябре я был в Киеве. Вот начинал я со 150 долларов, да, и где-то в сентябре я уже получал 600. Ну, то есть, трехпатрос на тот момент за год у меня произошел. И дальше я на этом не остановился. Да, я хорошо себя показывал, предлагали какие-то другие проекты. Там, давай ты будешь экзит-интервью. И говорю, давайте, давайте там программу у студентов, работу со студентами на себя возьмем. Ну, давайте, давай там карьерные страницы на сайте. Давай. Вот, я начал расти. Был специалист, потом старший специалист, ведущий, главный специалист. И меня зарплатила с 600, где-то 500, 650 долларов, до 800 долларов по итогам ежегодного пересмотра. Потом до 1000 долларов. И я всегда хотел строить карьеру, всегда хотел больше. Да, такой очень амбициозный. Плюс, не знаю, там у меня были огромадные планы, все такое. Вот. И, конечно, тогда рекрутинг был востребован. 2007 год. Много вакансий, много предложений. Я начал смотреть по сторонам. Вот. И получил на почту, как рекрутер, письмо от конкурирующего банка, что уважаемая команда рекрутинга, нам тоже нужны рекрутеры, давайте общаться. Я отреагировал, мне было интересно, был молодой. Поехал пообщаться. Это был конкурирующий банк. Они говорят, сколько ты хочешь денег. Ну, я уже привык, что нужно просить в два раза больше. Я говорю, хочу 2000 долларов. Они такие, ну ладно, хорошо. Пообщались со мной, вроде все нормально. Тоже там пошел собеседование с HR-директором. Сделали мне джобофер. Я немного удивился, да, потому что я не думал, что они на это пойдут. Вот. Но вроде ты получаешь тысячу, ты снимаешь, по-моему, тогда я уже снимал квартиру, то для тебя 2000 – это прям совсем другой уровень жизни. Да, и я решился на такой шаг, думаю, ладно, соглашусь. Прихожу к руководителю, говорю, так-то, так-то. Так получилось, я вот это вот сказанул две, а мне две и дали. Вот, наверное, нужно идти. Это все-таки большие деньги для меня, я молодой специалист. На что мне руководитель говорит, ну, мы тебе что-то тоже предложим, я не знаю, что буду говорить с HR-директором. Вот. Позвали меня к HR-директору. HR-директор говорит, ты к ним не ходи, они наши конкуренты, они и меня хотели переманить, мы тебя не отпустим, мы тебе тоже дадим две. Вот. И так получилось, что я с тысячи перешел на 2000 долларов, и это был мой, ну, где-то два с половиной года работы в компании. То есть, очень быстро вырос. Вот. Так я начинал свою карьеру. Потом начался кризис 2008 года, обвал всех рынков, Альфа-банк сжался с 6 тысяч людей до, я точно не помню, что-то около тысячи. Вот. В своей команде HR-ов я и еще один был парень, мы были мальчики, остальные были девочки с детьми, и столько рекрутеров. Ну, а когда огромное сокращение, рекрутеры не нужны, нужно было кого-то сокращать. Да, и выбор пал на нас, на мальчиков. Вот. Поэтому я начал смотреть другие варианты. И пошел в FMCG компанию. Вот. Там была ритейл плюс FMCG. Поработал у них год. Там так интересно, я всегда хотел стать HR-директором. И в этой компании, когда меня принимали, спросили, что писать в договоре. Вот. И я спросил, а можно писать что угодно? Мне сказали да. Я говорю, ну можно я пишу HR-директор? Мне сказали, окей, пиши HR-директор. Да, я стал 24 года HR-директором. Ну, конечно, на самом деле, это был HR-дженералист. А потом у меня появились сотрудники, стал HR-лидом. Вот. Так, чтобы не сильно затягивать, все-таки хочется побыстрее перейти к материалу. Дальше моя карьера развивалась тоже достаточно стремительно. Я пошел на телеканал СТБ как начальник отдела подбора и подаптации. В 2010 году, но уже через пару лет я стал исполняющим обязанности HR-директора. И вот как HR-директор проработал 4,5 года. Меня начали переманивать в Wargaming. Они на меня вышли, начали предлагать работу с переездом. Я решился, мне была интересна эта индустрия. Я пошел как HR-бизнес-партнер. Поработал полтора года, мне стало интересно уйти в Total Rewards. Пришел в Total Rewards. Но мне за границей стало очень грустно и одиноко. Я захотел вернуться. Вернулся, на меня вышла компания Preply. Они у меня учились. Предложили позицию HR-директора построить HR-департамент. Я согласился. Построил, выстроил. Это все произошло за год. И потом у меня параллельно была активная работа еще по моим курсам. Ребята сразу хотели, чтобы я перестал заниматься курсами, на что я сказал, что нет. Я пойду к вам работать только, если вы с моими курсами окей. Так получилось, что курсов было больше, больше, больше и больше. А в компании, ребята, они все-таки у них такое предпочтение, чтобы ты целиком и полностью отдавал себя к компании. И мы разошлись с ними. Я пошел в Ideas выстраивать такую же систему, как в Preply. построил. Параллельно порекомендовал им проинвестировать в одну чар-систему, которую они проинвестировали. И потом мои пути как-то перескнулись, сомкнулись с PeopleForce, который мне тоже помогал делать какие-то первые шаги, консультировал по функционалу и так далее. И параллельно с этим всем у меня развивалась Академия. И потом я понял, что Академия это мое призвание, учить других людей это мое призвание, я на этом сфокусировался. Вижу ваш вопрос, давайте его зачитаем. Интересное правило, зачем просить меньше, если можно больше? Да, все именно так. А зачем бизнесу платить много, могут другого взять, тоже хорошего? Как с этим страхом бороться? Особенно, если реально есть хорошие коллеги, кого могут позвать. Ну, понимаете, просить и требовать это разные вещи. Я не скажу, что даже вот так. Я никогда ни у кого ничего не требовал. Не угрожал, не шантажировал. Если у меня спрашивали, я просил. Честно говоря, я даже не помню, чтобы я когда-нибудь, по-моему, только один раз я просил. Ну, там было два раза, когда я просил прибавку заработной плате. Это было вот в FMCG-компании, где я год поработал и на телеканале СТБ, потому что я на входе говорил большую сумму. Мы договаривались на меньшую, чем я озвучивал, но с тем, что потом можем вернуться. И я просто напоминал о том, что были такие договоренности, что прошло время, можем ли мы вернуться. А так, в принципе, я скорее, когда у меня спрашивали, называл больше, чем где-то потом просил. Поэтому у меня не было страха, наверное, потому что у тебя спрашивают, ты называешь, а потом можно договариваться. В работе, полагаюсь, на лучшие практики. Вообще, я сразу понял, что если ты хочешь преуспевать в карьере, тебе нужно смотреть на лучших, ориентироваться на лучших, брать пример с лучших, потому что смотреть на посредственных ты ничего не добьешься. Поэтому всю свою карьеру, а этой карьере скоро будет 20 лет, я смотрю на лучших и вам тоже рекомендую. Ну и стараюсь для многих быть таким примером. Буду благодарен, если вы напишите о себе, вот какие должности у нас сегодня собрались, напишите в чат, какая у вас должность, для того, чтобы было понятно, кто интересуется темой HR-карьеры. Я пока расскажу стандартную историю про наше домашнее задание. На этом курсе будут домашние задания, 7 занятий, 7 домашних заданий, выполнение которых позволит вам получить наш диплом. Диплом мы выдаем на классной платформе, считайте своего рода международная сертификация, подтвержденная дипломом, поэтому стоит ради него постараться и его заполучить. Так, вот вижу чат-женералист, отлично. Иду дальше. Программа курса. Мы сегодня говорим про определение карьерных целей в HR. Я вам поддам кучу классных инструментов, применив которые к себе, вы уже себе неплохо поможете, но это конечно не все, потому что основное будет вот эти все остальные занятия, где тоже будут инструменты, подходы, рекомендации, моя поддержка, мой опыт и так далее. На втором занятии мы поговорим про развитие ключевых навыков. Третье. Строительство личного бренда. Поверьте, в карьере HR это супер важно. Вот супер важно. Мастерство резюме собеседований. Это не для того, даже чтобы вы искали работу, если вы своей работой довольны. Внутри компании часто тоже вы участвуете в каких-то конкурсах, вы себя предлагаете, вы общаетесь. То есть, я даже в Альфа-банке несколько раз проходил собеседование на какую-то должность, себя презентовал. это нужно уметь делать. Развитие карьеры, планирование роста, это будет пятое занятие. Основное, да, вот про карьеру, где мы такую самую суть. И мы здесь поговорим про разработку стратегии построения карьеры. Работа с менторами и коучами будет, и, конечно же, мы будем говорить про адаптацию к изменениям, про будущее HR и про работу с искусственным интеллектом, потому что сейчас искусственный интеллект для HR это, как знаете, биткоин для всех, ну, прежде всего, для айтишников в свои первые какие-то годы развития. То есть, те, кто быстро в этом разобрались, те, кто быстро начали использовать, они потом очень хорошо выросли. То же самое сейчас происходит с HR. Те HR, которые сейчас быстро вникают в возможности искусственного интеллекта, как можно использовать, как применять для себя, получают сейчас огромное конкурентное преимущество. Поэтому я об этом на седьмом занятии тоже расскажу. Сегодня, ну, это программа занятия, наверное, можно просто перейти к самому занятию, долго не затягивать. Начать бы я хотел сегодняшнее занятие с концепции идеальной работы. С ней я когда-то в свое время познакомился, и для меня это был прям какой-то переворот с ног на голову. В 2010 году я решил поучиться коучингу. Я был тогда молодым руководителем, а моя команда росла, и у меня уже было около десяти человек, которыми нужно было управлять, а я этому никогда не учился, как управлять людьми. Ну, то есть, у меня были какие-то люди, которым я ставил задачи, были подчиненные потом, но все равно. Мне моя руководительница говорит, попробуйте поучиться коучингу. Коучинг дает классные инструменты именно для управления. Я с ним согласился и пошел учиться. И вот там я познакомился с концепцией идеальной работы. Мне это очень понравилось, и я начал задавать себе вопрос, вот, 2010 года, потом уже строил карьеру, а моя работа для меня идеальна или нет. А суть идеальной работы это анализ того, как в вашей карьере сходятся три сферы. То есть, считается, что работа идеальна, тогда, когда вы знаете, чего, ну, тут про поиск работы, а еще есть такие же три сферы про обратной стороны, которые отображают, когда вы уже работаете. А это именно я знаю, чего я хочу, у меня любимая работа, любимое дело. Я в этом профессионал и я за это хорошо получаю деньги. Поэтому есть тест идеальной работы. Я предлагаю вам его пройти в экспресс-формате, а в дополнительных материалах он будет в расширенном виде. Там будет, тут у нас будет пять вопросов, а там будет десять вопросов. Значит, давайте начнем, даже я пропущу вот этот вариант, а начнем вот с этого «Любовь к своему делу». Здесь есть пять утверждений. Я вам предлагаю ответить по шкале от одного до десяти и посчитать, сколько у вас баллов получилось. Вот, ноль баллов, это вы с этим не согласны категорически, десять баллов, вы с этим пунктом полностью согласны. Посчитайте от одного до десяти, у вас может быть максимум пятьдесят баллов, пятьдесят баллов, и если вам несложно, напишите, пожалуйста, в чате, сколько баллов у вас получилось. Потом я этой презентацией поделюсь в чате, кто захочет, либо в презентации пройдет полностью, либо есть еще документ, вот, в котором этот же инструмент тоже существует, но более в таком развернутом формате. вот таким документом я потом поделюсь, в конце занятия этот документ будет для домашнего задания. Здесь это представлено по десять вопросов на каждый пункт, да, и тут оно все автоматически вам посчитает. Вот, так, сорок четыре, сорок пять, отлично. Потом я бы рекомендовал вам посчитать и по остальным направлениям, вот, ну давайте, поскольку вы быстро справились, посчитайте теперь вот здесь сколько у вас баллов выходит по такому же принципу. Вот посмотрим, даже интересно. Раз у нас три человека так вот активненько про себя заявили и написали в чате свои результаты, причем почти идентичны, сорок четыре, сорок пять, сорок три. Дам вам возможность пройти еще этот тест и потом покажу еще один экран. поэтому проходите тоже пишите свои баллы, сколько тут у вас выходит. сорок сорок один. тоже прям похожие цифры сорок. Отлично. И последний тест по такому же принципу пять вопросов, десять баллов максимум, посчитайте, сколько баллов у вас здесь есть. вы пока считаете, раз тут сайт дохода, сайт дохода, понимаете, вот по поводу вопроса про зарплату. Наверное, тут еще вопрос, кому сколько нужно. У меня были по зарплате всегда амбициозные цели, потому что я сам по себе, человек амбициозный, у меня было большие ожидания. Мне родители, и это, кстати, хорошо, мне родители не подарили ни квартиру, ни машину, они оплатили мое образование хорошее, наверное, лучшее, которое можно было. Они мне в достаточно раннем возрасте подарили компьютер и неоднократно помогали его улучшать, то есть, они вложились в мое развитие, очень здорово, но на этом все и закончилось, поэтому передо мной, вот когда я закончил свой вуз, мне даже негде было жить, ну, то есть, у меня не было жилья, мне нужно было арендовать жилье, потому что жилье моих родителей было в другом городе, поэтому у меня сразу после окончания вуза была установка, я должен зарабатывать достаточно для того, чтобы обеспечивать себя, купить себе жилье, квартиру, машину, мне в этом никто не поможет, да, то есть, и более того, мне нужно будет о моих родителях заботиться, что я потом успешно делал, поэтому мои амбиции по доходу всегда были большие, у меня была неоднократно ситуация в компании, у меня, сейчас я скажу, было два раза, когда я был самый дорогой сотрудник в компании, зарабатывал больше, чем генеральный директор, и у меня было много раз, когда я входил в список самых дорогих сотрудников, то есть, в целом, даже в Альфа-банке я входил среди 6 тысяч в список самых там высокооплачиваемых 150 сотрудников банка, да, то есть, ну, амбиции, необходимость, наверное, возможность, плюс развитие, вот, поэтому я зарабатывал гораздо больше, чем коллеги по рынку, чем коллеги в компании, это имеет и обратную сторону, скажу честно, потому что, когда тебе платят больше, чем генеральному директору, генеральный директор тебе столько платит, да, он от тебя ждет больше, чем от себя, и это очень высокие требования, им сложно соответствовать, да, и на тебе хотят сэкономить, когда думают о том, что, блин, мы тебе столько платим, может быть, взять кого-то подешевле, там, в 5 раз дешевле, и, в принципе, что-то будет похоже, поэтому это такое, очень держит в тонусе, но это интересно, может быть, это не для всех, я не знаю, насколько это для вас, вот ваши ответы, смотрю, да, 10 максимум, там, вижу 35, 17, если вы просуммируете ваши три ответа и все баллы, да, то есть там у вас было 40, там 40, 40, 40, например, там 17, у вас тут вот какая-то цифра выйдет, попробуйте это сделать, вы в чате свои ответы написали, поэтому вам будет легко просуммировать, 135 баллов минимум, отлично, вы на правильном пути вперед к звездам, 120 баллов, хорошо, ты уже занимаешься делом своей жизни, но еще есть к чему стремиться, 105, 119 уже неплохо, но это не лучше всего, у кого меньше, чем 104 балла, вот там ты только в начале своего пути и много чего предстоит работать, а если бы вы набрали меньше, чем 62 балла за все три вопроса, то значит, что вы точно где-то не на своем месте, кстати, этот тест, я после обучения коучингу, я там учился серьезно, 10 месяцев, 40 занятий, потом еще куча практики, я потом коучил людей какой-то, время, сейчас это больше в формате, скорее, наверное, адвайзинг, консультации, а там был чистый коучинг, и у меня были люди, которые ко мне обращались, и мы делали вот эти вот тесты, были люди, у которых вообще работа была, вот они были не на своем месте, да, и мы тогда думали, как кардинально сменить работу. Хорошо, идем дальше. Вы имеете разный возраст, не знаю, сколько вам лет, возможно, кто-то из вас довольно-таки ощущает себя зрелым экспертом, и может подумать, что какая карьера в мои-то годы, мне бы тут главное там работу найти, но помните о том, что никогда не поздно строить карьеру мечты. В мире существует много людей, которые и в 50, и в 60, и в 70 лет начинали что-то новое и преуспевали. тут вот Сандерса почему-то у меня сюда не поместился, он там чуть ли не лет в 70 начинал свой КФС. Поэтому неважно, сколько вам лет, строить карьеру никогда не поздно. Да, есть особенности возраста, но тем не менее. Как выбрать работу мечты? Первый вопрос, набор вопросов, который, если бы у вас там была с работой мечты-проблема, первый набор вопросов я бы вам задал вот такие. Куда бы вы ходили на работу каждый день с радостью? Какая профессия, мы говорим про HR-карьеру, в HR-е позволяет реализовать ваши знания и таланты? В какой работе вы видите смысл для себя и общества? Какая работа позволит вам достичь ваших целей? И в какой профессии вы бы хотели совершенствоваться? Дальше вы должны выписать себе разные варианты. Например, если вы не знаете, где бы именно вы бы хотели себя видеть в HR-е, в дальнейшем, перечислите ваши варианты, там, например, HR-бизнес-партнер, HR-директор, Head of Recruitment и оцените по десяти, это не сейчас, это домашнее задание, оцените по десятибальной шкале, насколько вам каждая должность нравится, насколько эти должности используют ваши таланты, задействуют ваш опыт и насколько, по вашему мнению, вы бы могли на ней хорошо зарабатывать. Просуммируйте баллы и вот такой простой инструмент вам позволит оценить, какая карьера вам бы больше всего подошла. Дальше, я заметил, что в построении карьеры, я сам с этим сталкивался, есть такая проблема, которая мешает людям развиваться, просить повышения в должности, другие проекты, банально больше зарплаты. Это синдром самозванца. Это люди, которые на самом деле часто знают больше, чем другие, знают свои зоны развития, при этом им кажется, что они недостаточно хороши, когда они видят вокруг себя каких-то других людей, которые, по их мнению, более успешны. Вот считается, статистика говорит, что синдромом самозванца страдает 70% людей. Вероятно, и вас эта проблема могла не обойти мимо. Например, если мы говорим про синдром самозванца в работе, например, на примере написания какой-нибудь книги, то человек может думать так, ага, мне это слишком легко дается, наверное, я пишу фигню, мне нужно все переделать, ой, мне трудно, мне, наверное, не дано, нужно заняться чем-то другим. Хотя на самом деле человек пишет классные вещи, вот, просто сам это не оценивает. Как проявляется синдром самозванца? Как правило, у таких людей низкий уровень зарплаты, зарплата не пересматривается, люди боятся проходить какую-либо оценку, чрезмерно обдумывают и сравнивают себя с какими-то лучшими представителями профессии и по поводу себя сомневаются. Не берут какие-то интересные проекты, не пробуют себя на какие-то интересные должности и так далее. Минусы, когда это есть. Топтание на месте, самоедство, слив энергии, вы сами себя проектируете на провал, делаете лишнюю работу, проживаете не свою жизнь и зарабатываете мало. Есть и плюсы. Вы постоянно развиваетесь, раз вы с собой недовольны, и вы тренируете в себе антихрупкость, устойчивость к любым сложностям. Кстати, про синдром самозванца, пример в мультике «Кунг-фу панда». Мишка панда себя недооценивал, ему казалось, что он ничего не умеет, и его мастер ему помогал понять, что секретный ингредиент в тебе, ты все умеешь, ты все знаешь, тренируйся, и все получится. Что вы о себе в это время думаете? Я позорное ничтожество, которое зря отвлекает людей от важных дел, а другие смотрят, думают, вообще-то он или она молодец, почему она не двигается вперед, почему она еще не занимает какую-то более крутую должность, почему не просит прибавки зарплате, ну, то есть, и вот такие выводы люди. Почему это так распространено, почему люди страдают? Во-первых, многие люди себя очень круто позиционируют, при этом не сильно многого достигнув, и вам кажется, что вы не настолько хороши. Есть инфобизнесмены, маркетинг, социальные сети, огромный спрос, результат множества последователей, и дефицит качественных экспертов не с чем сравнивать, да, и вот за этим всем кажется, что вы не очень хороши. Вы можете думать даже, что у вас не тот масштаб, что вы не имеете права, ну, если, например, с книгами писать книги, если, например, с карьерой, вы не имеете права быть HR-директором или той должностью, которой вы хотите. Выход это поработать с собой, да, и упаковать себя в оболочку, и поработать со своим самоощущением. Я бы рекомендовал начать с описания своих успехов. Так получилось, что, когда я строил свою карьеру, я себя тоже часто недооценивал. С одной стороны, я многого хотел, я из-за этого много чего делал, но часто себя недооценивал и недопозиционировал своим руководителем. Меня всегда удивляли люди, которые достигали гораздо меньше, но так себя позиционировали, так о себе рассказывали. То есть, например, я с ними проводил собеседование, они себя вели, как будто бы они какие-то гуру, какие-то очень крутые. А когда я начал обсуждать, что же они такого делали на работе, я видел, что я делал в разы больше. Но я себя так не ощущал. То есть, общаешься с человеком, он там щуки надул или она, и такие, типа, то-то-то-то, я там то-то-то-то-то, то-то-то делала, то-то внедряла, а я думаю, блин, а я этого всего не делал. Мне так интересно было, я начал спрашивать, а что именно, а как это работало? Смотрю, а там они ничего не делали, то есть, они делали вид, они говорят, я построила систему перформанс-менеджмента, а что именно вы сделали? Ну, я там помогала проводить перформанс-ревью, а как именно? Ну, встречи назначала. Я думаю, а я там разработал анкету, там еще что-то сделал, я это не называю, что я построил систему. То есть, мне этого долгое время не хватало. Я себя прям поначалу учил, описывать свои успехи. Даже у меня была такая однажды забавная ситуация с моими успехами. Когда я шел работать на телеканал СТБ, я просил зарплату, по-моему, это было там, что 36 тысяч гривен, тогда это было 2000 долларов. И мне предложили меньше, полторы. Но сказали, что пересмотр возможен. Поработаешь, вернемся к этому разговору. Когда я поработал что-то около года, я много чего сделал, я там подумал, что, наверное, я уже достоин, чтобы мне подняли и дали столько, сколько я хотел. Я доказал, что то, что я должен сделать, я сделать могу, я это сделал. Я пошел к руководству, говорю, вот, мы с вами говорили, помните, ну, конечно, никто ничего не помнил, я напомнил, но мне сказали, что, наверное, нет. Ну, опиши свои успехи. Я сел, начал описывать свои успехи, я сам удивился, сколько всего за год я успел сделать. У меня прямо аж внутри такое, знаете, выросла самооценка. Когда я это все отправил руководству, руководство сказало, так, надо с тобой встретиться, давай, неформально пообщаемся, поговорим за жизнью. Встретились со мной, сказали, я не знаю, какие были тому причины, наверное, какие-то были внутренние причины, мне сказали, мы тебе пересмотры не дадим, но мы тебе заплатим бонус. 5 тысяч долларов. Я потом посчитал, я хотел плюс 500 долларов. За год это 6 тысяч долларов. Мне дали авансом 5 тысяч долларов за мою работу. Ну, как бы, тоже хорошо, странно, почему так. Ну, видимо, какая-то была, там, я не знаю, внутренняя ситуация, может, политическая, может, еще какая-то, почему мне не могли официально поднять зарплату до желаемого мною уровня. Но деньги дали. Опубликовать свои успехи, да, вот, если вы делаете резюме, вот, прям записывайте туда свои успехи. Пусть вы будете знать, что у вас в резюме оно написано. В LinkedIn тоже публикуйте свои успехи. Если вы где-то ведете какие-то колонки, ну, там, будем говорить на занятии про бренд, тоже пишите про свои успехи. Не стесняйтесь. Рассказывайте о своих успехах другим людям. Когда вы много-много раз об этом кому-то рассказали, вы сами в это будете больше верить. Ну, и станьте ментором для других людей. Наверняка есть кто-то, кто находится на более раннем этапе развития, чем вы, и вы в себе откроете новые глубины. Более того, когда вы кого-то менторите, вы сами неплохо развиваетесь. попробуйте, попробуйте, может быть, даже написать книгу. У меня тоже в моем опыте есть такой формат написания книги. Вот, это даже очень, ну, какое-то время мотивирует и окрыляет. Что еще интересно могу сказать про карьеру? Ваш доход, который является, ну, индикатором успешности карьеры, он зависит от трех факторов. Во-первых, ваши навыки. Мы об этом будем много говорить, и действительно, карьера зависит от степени развития навыков. Но часто мы эти навыки качаем, а за это почему-то с нами ничего хорошего не происходит. Мало их качать, их нужно начать применять. То есть, вы должны стремиться навыки максимально в работе применять. И третье измерение, вам нужно научиться это применение монетизировать. Вот тогда у вас будет хороший доход, и тогда у вас будет карьера, плюс доход, плюс любовь к делу, идеальная карьера. Еще одна концепция, о которой бы я хотел предложить вам подумать, о том, что ваша карьера это такой продукт, который вы создаете. Вот посмотрите на карьеру как на продукт. Подумайте, есть ли моя карьера и то, что я делаю, это продукт. Мы можем использовать инструменты, которые используют маркетологи в отношении продукта. Например, подумать, а кто его целевая аудитория? А какие у моего продукта характеристики? И чем он, например, отличается от продуктов других людей? Какое позиционирование в гугл выводить наношу, кто я, что я делаю? Какая упаковка, как у любого продукта, должна быть упаковка. Какая здесь упаковка? Какое продвижение? Как я этот продукт продвигаю? Вот взгляд на карьеру, как на продукт, позволит вам увидеть какие-то очертания и тоже этим лучше управлять. А можно пойти дальше и интереснее, и вообще подумать, что по сути ваша карьера это такой бизнес, которым вы управляете. Вы его развиваете, ваш этот бизнес, вы можете в него инвестировать. Например, если вы покупаете курс HR-карьера, вы делаете инвестицию и она может вам окупиться, она может принести вам деньги. Вы можете трансформировать ваш бизнес, превратить его в другой бизнес. Например, работали в нами, начали фрилансить или свое агентство рекрутинговое создать. Вы можете его масштабировать, думать о том, как его увеличить. Более того, если это бизнес, у него есть стоимость. Вот в стартапах есть такое правило, успешные стартапы берут годовой доход, умножают на 5. Вот если говорить про HR, возьмите свой годовой доход. Например, вы зарабатываете 2000 долларов в месяц, это 24 в год, но ваш бизнес сейчас стоит 120 тысяч долларов. Ощутите эту цифру. Дальше. Если это бизнес, то у бизнеса есть бизнес-модель. Поэтому я бы рекомендовал, смотря на свою карьеру как на бизнес, заполнить бизнес-модель. Подумать, кто ваши ключевые партнеры, кто вам помогает этот бизнес строить внутри компании и снаружи. Например, подсказываю, например, наша академия может быть вашим партнером в построении вашего бизнеса, HR-карьера. Какая ваша отменная деятельность? Что вы делаете? Какие вам для этого нужны ресурсы? Какую ценность вы создаете? И вообще, кто ваши клиенты в этом бизнесе? Какие вы с ними строите отношения? Как вы их находите? Через какие каналы они с вами взаимодействуют? Какие у вас есть затраты на ваш бизнес? Вы можете удивиться, что вы на свой бизнес ничего не тратите, только пытаетесь из него выжимать, но тоже странно, согласитесь. Ну и какая структура дохода? Вот эта вот модель бизнес-модель бизнеса, она очень интересно может быть применима к карьере. Теперь самый анализ. Если ваша карьера это бизнес или это продукт, то к ней применимы инструменты, свод и пестель анализ. Посмотрите на свою карьеру, здесь я не стал менять, я ставил как пример в бизнесе, для того, чтобы я бы не хотел за вас списать ваши возможные сильные и слабые стороны возможностей и угрозы. Я бы хотел, чтобы вы сами их обнаружили, поэтому подумайте и запишите для себя, как ваша карьера, как ваш бизнес, какие есть сильные стороны у вас и какие есть слабые стороны, которые нужно устранить. Какие есть внешние возможности для вас и какие есть угрозы, которые могут помешать вам в развитии вашего бизнеса. И для этого, для второй части, для внешней, есть такой инструмент, как пест для анализ, подумайте, тут я тоже не стал писать примеры для вас, чтобы не подталкивать каким-то ответом, когда вы пишете, когда даешь вам примеры, вы повторяете, чтобы вы полностью сами их обнаружили. Какие есть внешние факторы в области политики, экономики, общества, технологии, окружающей среды, законодательства? Что происходит сейчас в вашей стране и в мире здесь? И как это влияет или может влиять на вашу карьеру? И какие возможности и угрозы вы для себя там обнаруживаете? Дальше. Очень полезно в повторении своей карьеры знать ваши характеристики, ваши особенности, ваши предпочтения. В этом здорово помогает оценка личностных качеств. Расскажу про себя. Я впервые познакомился с какой-то более-менее серьезной оценкой, когда работал в FMCG-компании и мне порекомендовали книгу про Адизеса. То есть я эту книгу не знал. Ассистент генерального директора говорит, слушай, это был 2009 год. Она говорит, слушай, ты книгу Адизеса читал? Я говорю, нет. Слушай, там так прикольно описывают одного руководителя, он точная копия наш директор. А он такой был очень вспыльчивый, эмоциональный. Говорит, почитай, тебе будет интересно. Я думаю, ну раз это описывает нашего директора, нужно изучить к нему все ключи. Взял эту книгу, идеальный руководитель по Адизесу, прочитал, понял, про кого она говорит, понял, как с ним общаться и себя начал примерять. А я какой по Адизесу? Потом, когда я вышел на телеканал СТВ, мы экспериментировали с разными инструментами. Инструмент Томаса, диск, инструмент Хогана, еще какой-то был. И тоже я проходил оценку, несколько руководителей, мы там читали, и вот тоже начал там размышлять о том, какое. А потом какая-то компания, не помню название, консультанты, они хотели с нами работать и говорят, а вот у нас тоже есть диск, только мы там его интерпретируем, давайте мы вам сделаем бесплатную оценку и дадим обратную связь. Я говорю, ну давайте. И я прошел оценку еще раз уже по диску с обратной связью, но в этот раз со мной пообщались, дали обратную связь, сказали, вот ты там такой-то, такой-то, тебе нужно рядом иметь операционщика. И это помогло мне лучше понимать меня. С тех пор я начал вокруг себя в своей команде формировать человека, который выбрал на себя операционку. У меня на телеканале СТВ был такой человек, в Wargaming там была немножко другая структура, там я сотрудничал скорее с аналитиком. В Preply и в Ideas у меня были People Operations Manager, то есть я понял. А в Wargaming, когда я работал в рамках пилота, мы тестировали инструмент оценки талантов с Trends Finder, я прошел тест и тоже получил коучинг по талантам. И там мне прям сильно помогло понять, кто я, какой я, на что мне делать акцент, как мне это развивать. Вот прям сильно в моем дальнейшем развитии это помогло. Поэтому полезно это проходить. Какие есть варианты? Есть MBTI. В интернете кучу тестов можете поискать. Есть DISC. Тоже вариант. Есть Hogan. Ну, у Hogan там платные тесты. Есть Sixteen Personalities. Он на многие языки переведен. Он один из самых лучших и бесплатный. Я бы либо этот рекомендовал, либо можно Одизиса пройти, если читали книгу. Вот интересно, у него на сайте бесплатный тест. У Ray Dalio его тест тоже. Он был фанатом MBTI, потом свой тест разработал. И есть тест на таланты, Hi-Fi тест, либо прям вот Gallup's Transfinder. Наверное, я бы рекомендовал пройти по возможности Gallup's Transfinder. Он стоит 20 долларов. Это очень здорово знать свои таланты и применять в работе. Теперь разработка карьерного плана и целей. Я бы рекомендовал вам, даже если вы на этом курсе не проходите обучение, если проходите, мы с этим будем работать, четко для себя сформулировать. Мы часто о чем-то мечтаем, хотим, но редко когда ставим перед собой цели. Возьмите, запишите, пусть это будет в рамках упражнения по сегодняшнему вебинару, какую конкретно должность вы хотите занять и какой должности вы мечтаете. В какого подобия компании. Это не означает, что вы будете именно там работать, но это ваш ориентир. Например, я долго мечтал работать в компании Google, но в Украине у них офис был крошечный, там не было роли. Я общался с генеральным директором, с Дмитрием, несколько раз в течение нескольких лет. Говорю, Дима, давайте мы вам HR сделаем, я готов с вами работать на ваших условиях. Говорит, нам не нужен HR, мы маленькие. И сколько мне не пробовал, не получилось. Но я поработал благодаря своей визуализации, что я хочу работать HR директором Google, меня позвали в Wargaming, это было очень близко к Google. Я работал в Preply, в Ideas, тоже IT-компании, тоже достаточно близко. То есть, оно реализовалось чуть по-другому. Решите для себя, к какой дате вы бы хотели этого достичь. Сколько вы бы хотели зарабатывать в год с бонусами? Вот прям решите, подумайте. Я, например, всегда мечтал о зарплате 10 тысяч долларов в месяц. иметь известность среди сообщества благодаря чему вы бы хотели поступать на конференциях спикерам или еще чему-то. И какого рода проекты вы бы хотели в HR реализовывать. Вот такую табличку надо сформулировать как набор ваших целей. Дальше. Понимание различных ролей в HR. В HR можно строить карьеру в разных траекториях. Я когда-то сел, нарисовал список разных траекторий в формате такой карты метро и разработал очень детальную таблицу со всеми должностями, списком требований и какой уровень знаний требуется. Эта таблица по ссылочке доступна. Есть вот такая мне еще попадалась хорошая карта, где взяли этот как его называют боже модель Дэйва Ульриха по сути в какой-то степени чуть-чуть переработали и нарисовали разные должности. Тут прям можно такой трек рисовать себе от одной должности к другу. Вот. И для оценки знаний ваших на предмет построения карьеры в Академии мы разработали чек-лист проверки знаний, который охватывает все возможные знания и позволяет увидеть ваши пробелы, которые вам нужно закрывать. Вот. Поэтому в развитии планирования карьеры рекомендую такой чек-лист тоже заполнить. Дальше, значит, для тех, кто с нами уже на курсе, я предлагаю вам со мной индивидуально в чате написать мне и разобрать вашу карьерную ситуацию. Я написал список того, что я бы хотел, чтобы вы мне выслали, плюс все, что вы посчитаете нужным, и можете любые вопросы. И мы с вами будем чатиться. И с момента начала обучения вас на этом курсе целый год я готов с вами в чате переписываться, общаться, давать свои какие-то комментарии, отвечать на ваши вопросы. То есть, быть таким себе ментором, карьерно сопровождать в течение года, чтобы помочь вам построить вашу карьеру мечты. Что я рекомендую почитать? Значит, HR-карьера, все, что вам нужно знать. Классная статья про построение HR-карьеры, наша персональная карта развития, вот, и у нас в нашем чат-боте есть возможность приобрести книгу, которую я когда-то написал со своим коллегой, резюме на миллион. Эта книга, она хоть и называется как будто бы книга про резюме, но она гораздо шире, она очень сильно в целом про карьеру. Стоит, что 15 долларов всего лишь. Ее можно купить, если зайти в чат-бот, нажать слэш и выбрать книга. Там будет инструкция. Теперь домашнее задание. Для тех, кто со мной на курсе, сделать нужно все в файлике. По сути, в этом файле, я вам его снова покажу, вам нужно пройти оценку своих знаний, да, вот эти все галочки отметить. Тут 600 строк. Ну, охватывает абсолютно все знания в HR. Пройти тест на карьеру, на идеальную. Да, вот то, что вы проходили, вы проходили сокращенный формат, а здесь полный формат. Здесь не по 5, а по 10 вопросов на каждый пункт. Потом прописать несколько вариантов карьеры для себя, оценить их по 10-бальной шкале. Потом заполнить для себя ваше понимание, ваши бизнес-модели, вас, как того, кто управляет своей карьерой, заполнить для своей карьеры, своей ситуации свод-анализ, пестель-анализ, сформулировать те цели, которые я показал. И справочно посмотреть карту компетенций. Тут прикольно, что можно выбрать две должности, например, вашу текущую и желаемую, и сравнить, какие компетенции отличаются в этих должностях, то есть, что дополнительно нужно изучить. Вот это все я перечислил здесь в виде домашнего задания. Это нужно сделать. На этом первое занятие подходит к концу. Дальше мы будем говорить про развитие ключевых навыков. То есть, мы поговорим про составление индивидуального плана развития, я поделюсь шаблоном. Мы будем говорить, как развивать хард и софт скиллы, как обучаться эффективной коммуникации лидерским качествам и навыки управления временем и проектным менеджментом, что тоже важно в HR карьере. Курс этот стоит 400 долларов, есть пакеты еще и с коучингом, с живыми звонками, помимо чат, сообщений, тоже можно выбрать такие пакеты. Можно выбрать самый заряженный пакет, тогда вам гарантирован карьерный рост, никуда от него не денетесь. На этом сегодня все. Спасибо всем, кто был со мной онлайн и общался со мной в чате. Еще раз приглашаю на курс, присоединяйтесь, точно не пожалеете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok